Знаете ли вы, что американские негры по-прежнему лидируют в беге, а белые в стрельбе? Хорошая реакция какая, смотри, зал всё понимает. А госсекретаря США Кандализа Райс совершила очередной акт кандализма. Такая американская реклама, у вас ещё есть нефть, тогда мы идём к вам. Они к вам придут. Вообще интересно, вот это чёрные лидируют в беге? Нормальная фраза, по любой точке мира может быть вновь произнесена, где-то будут смеяться, где-то не поймут. Но одна страна Америка, где меня могут посадить за эту фразу, не за смысл её, смысл они не поймут, тупые потому что. А за то, что я сказал чёрные, слово чёрный считается оскорбительным в Америке. Представляете, да, лицемерия степень. Негров нельзя называть чёрными. То есть в Африке их можно называть чёрными? Сначала вообще в Америке нельзя было негров называть неграми. В Африке негров можно называть неграми, а в Америке это оскорбление. И говорили долгое время чёрный. А сейчас и чёрный считается оскорблением. Называется это политкорректность. Вот эта степень лицемерия. Сокращённо политкорректность PC. И теперь негров в Америке совершенно серьёзно, без всяких улыбок, называют афроамериканцем. А белых в Америке называют евроамериканцем. Но самое интересное из этого, что казусы же случаются сплошь и рядом. Так, картину Малевича повезли в Нью-Йорк на выставку. Картина называется «Чёрный квадрат». Американцы в шоке. Как можно так называть? Это не политкорректно. А наши же с юмором, кто привёз эту картину, говорят, ради бога. Назовите её «Афроквадрат». В общем, какая разница? Песня «Жил, добыл чёрный кот» не может быть исполнена в Америке. Оскорбление «Жил, добыл афрокот» в золу было. Но из этого ещё интереснее. Карлсона запретили показывать на американском телевидении сказку. И запретили детям читать эту сказку. Это не политкорректно, оказывается. То есть, вот бомбить Ирак – это политкорректно. А вот Карлсона нельзя читать детям. Формулировка юридическая, официальная. Карлсон учит детей неповиновению бэбиситтерам. Нормально? Отлетался Карлсон в Америке, короче. Но самое, пожалуй, вот ошеломляющее даже для меня было. Сказку «Белоснежка» запретили показывать по телевидению. Диснеевскую «Белоснежку» на американском телевидении всё, нельзя показать. Почему? Да ни один из здравомыслящих людей, сейчас сидящих в зале, не догадается почему. Не политкорректная сказка. Все гномы белые. Они переснимают сейчас «Белоснежку». Один гном-мексиканец будет, два пуарториканца, три негра, афроамериканца. А я им предлагаю ещё «Белоснежку» негритянкой сделать. Это будет гениальное прочтение этой сказки. И при этом они всерьез борются за права животных. В Сан-Франциско есть общество борьбы за права шимпанзе, чтобы шимпанзе дали право голосовать. Нормально? Это, видимо, хотят, чтобы Буш на третий срок пошёл. Я раньше так любил американские фильмы. Сейчас, как только увижу по телевидению, всё, сразу переключаю. Потому что я не могу эти диалоги слышать. Стреляй в него! Я не могу выстрелить в живого человека. Что ты предлагаешь? Давай сначала его прикончим. Сегодня в США вырвалось с корнями деревья, повалило рекламные щиты и столбы линий электропередач. Уже давно с таким размахом русские мигранты не отмечали День десантников. Ой, я забыл вам сказать, но самое такое интересное из последних новостей в Америку собирается Черномырдин. И зрители у нас классные, даже договаривать не надо. Да, я ему послал уже имейл, чтобы он осторожней там со своей фамилией. И взял на время псевдоним Афромырдин. А теперь тест. Как мы провели разминку, попробуй не договаривать фразы. А наши зрители, даже если не договоришь, понимают, о чём речь идёт. Знаете ли вы, что многие представители сегодняшнего молодёжного поколения уверены, что картины Айвазовского «Девятый вал» — это продолжение картины Бондарчука? Я что вам говорил? Вот это наши зрители. Вот западному зрителю надо разжевать всё. И ещё лицом показать, что это шутка была. Сказал я? Вот это шутка была. Смотрите, засмеялся западный зритель. Отреагировал на лицо на моё. А знаете ли вы, что только наш человек в вагоне поезда, получив от проводницы сырое бельё, радуется, значит... А весь зал знает, что его постирали, значит... А вот эта фраза, когда она придумалась, я сомневался читать её на сцене или нет, мне казалось, что зрители не поймут её. Даже я был худшего мнения о сегодняшних зрителях. Нет более аккуратного водителя у нас, чем тот, который забыл дома документы. Ну и, конечно, не все знают, что на открытии Олимпийских игр в Турине украинские спортсмены плакали особенно. Они смотрели на Олимпийский огонь и думали, как можно так нерационально? У меня здесь живут очень интеллигентные мои друзья. Они вообще учёные. Там есть филолог один учёный, есть историк, есть археолог. И мы с ними встретились в июле. Я сделал один вывод. На Украине люди перегрелись. Здесь многие всерьёз думают, что что-то зависит от политиков. Это так нелепо смотреть на это, когда так думают интеллигентные люди. Вот сидим в компании, разговариваем. Всё спокойно. Разговоры о том, какие раскопки в Триполье ведутся. Об истории нашей. Я делаю эксперимент такой, провожу. Вбрасываю слово, вбрасывание делаю за столом. Говорю, Ющенко, через пять минут все передернись. Сумасшедшие люди. А ещё у меня семья здесь, друзей живёт. Закончили вместе в Московский авиационный институт. Они по распределению уехали сюда. У них собака. Извините, в таких случаях говорят честно, сука. Для вязки привели кобеля. И хозяева кобеля у родителей сути спрашивают, вы за кого голосовали? Какое ваше собачье дело? Ты привёл для случки. Какое это имеет значение? Ну, мои друзья говорят, за Януковича увели кобеля. Мои друзья говорят, наша сука не голосовала за Януковича. Эти говорят, вы сами суки, что голосовала за Януковича. Мне так жалко этих людей, которые искренне верят в то, что выборы что-то решают в жизни человека. Ладно, на меня всегда много обиженных. В зале бывает и телезрителей, тем более, много обиженных. Чтобы было ещё больше, следующее зачитываю. В храме после службы к священнику подходит здоровенный детина, говорит, ну ты, братан, в натуре классно лепишь, блин. Священник, как вы разговариваете со священником? Выйдите вон из храма. Кореш говорит, ну как знаешь, я хотел в храму 10 штук баксов пожертвовать. Священник, 10 штук, ну ты, братан, в натуре козырной. На меня обижаются обычно очень религиозные люди, но я хочу им сейчас сказать, обратиться к ним, я не над православной верой смеюсь, я над теми попами, которые позорят нашу православную веру. До того дошло, что я видел епископа в России в жюри конкурса красавиц. Нормально? Я не мог не подойти к нему. И вот с такими глазёнками, поглядев на него, спросить, вы что здесь делаете, батюшка? Знаете, что он мне сказал? Я красавиц освящал сына. Ну я не удержался, спросил, надеюсь, только к Адилам. Один епископ в глубинном губернском городе, где построили новый храм в России, туда приехал Путин, и епископ ему сказал, это по телевидению репортажного, мы этот храм возвели с вашей Божьей помощью. А Путин даже не заметил, что тут сказал. И ответил ему, и впредь будем вам помогать. Ну что, разминка нормально прошла, я вам должен сказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ